ну вот такая это улица олег заводская вот такие деревянные дома и все-таки вот от них веет с каким-то историей несмотря на новые пластиковые окна а все равно продают видите тоже продают или вот тоже двухэтажный дом на каменном таком фундаменте 1 этаж 2 в этом что то есть и мне это тоже нравится к сожалению старая чета тоже от нас уходит а впереди меня забайкальский горный техникум на улице барбузинска вот идут студенты это впереди вот еще один дом мерчинска заводская улица вот и там виднеется купол часовни целителя пантелеймона часовня стоит на территории политехнического а ну раньше это был политехнический институт а сейчас это забайкальский государственный университет вот один из них из его корпусов кстати одно из мест когда маша была маленькая мы приходили вот именно сюда заходили на территорию гуляли там потому что здесь хороший сквер и можно очень хорошо здесь гулять вот молодые люди идут курят вот она часовня целителя пантелеймона вот ворота здесь открыты постоянно вот и в принципе можно пройти насквозь вот здесь мы и гуляли с машей возили ее 10 колясочки потому что в чете очень мало вот таких вот место таких сквериков и это один из немногих которые вот расположены рядом а вот этот дом да этот дом вот полосатый я помню его строили по моему в двенадцатом году для и размещали здесь туристов которые приезжали на студенческую весну стран стран шанхай как как она называется шанхайская организация забыл я вот как-то как-то так ну зелени здесь видите не наблюдается зелень у нас здесь проклюнется только наверное в апреле месяце и то на таких вот на солнцепёки но выхожу здесь кстати проходит маршрут пятьдесят восьмой вот и мне сейчас надо будет пройти туда на старое кладбище